У самого синего моря они жили землян ровно 30 лет и 3 год! Словно смакуя каждое пушкинское слово, они читают его стихи по кругу. А вот рядом стихотворение, которое можно лишь нежно шептать. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. И через мгновение тоже Пушкин, но уже совсем другой, громогласный и бьющий на отмашь. Ура! Мы ломим! Гнутся шведы! Всю ночь от заката и до самого рассвета при свечах и первых лучах восходящего солнца над столичным садом Эрмитаж кружились пушкинские стихи. Никто не занимал очередь, просто одни строки перетекали в другие по велению души. Кто-то зашёл случайно, а кто-то спешил с вечернего спектакля. Забыл бы всех желаний трепет, мечтою целых мир назвал. И всё послушай этот лепень, всё эти ножки целовал. Полвека назад здесь эти же самые стихи вслух читали Ахмадулина, Вознесенский и Акуджава. И воздух, пропитанный чем-то живым и пьянящим, точно так же иногда вздрагивал от восторгов Айда Пушкин. Так ложная мудрость мерцает и келеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.